Всем привет! Сегодня я вас хочу познакомить со своими способами освещать дом с помощью солнца. Накапливать электрическую энергию с помощью солнечных панелей и довольно-таки простенько организовывать освещение. Мой первый экземпляр солнечной станции вы уже наверняка видели. А вот второй, который я собственно и не изготавливал, потому что сборка вот такой вот солнечной электростанции состоит лишь в том, чтобы взять вот эту панель и с помощью разъема подключить к вот этой лампе. В этой лампочке есть все. Многие кулибины обычно с помощью таких ламп делают фейки наподобие вечных двигателей или же без топливных генераторов. Эта лампочка является как накопителем энергии со своим встроенным стабилизатором, так и осветительным прибором. То есть вот здесь в цокоре располагается аккумулятор, а здесь светодиоды. Нажав на кнопочку, мы пользуемся освещением. При этом лампочку можно повесить где угодно, и это весьма удобно с помощью вот такого крючка. Заряжается она довольно быстро. Мощность лампы, вы видели, на свечении она очень хороша. Как аварийное освещение я пользуюсь именно вот этой вот лампой, и она мне помогает во многих случаях. То есть можно поместить ее в любое место, где темно, при этом не заморачиваться с батарейками, либо с электрической проводкой. Итак, вот первый вариант солнечной электростанции, который доступен для всех, который можно использовать, и я бы его рекомендовал. Я не занимаюсь ни торговлей, ни рекламой. Вот эта вещь просто удобна для меня в быту. Я могу сделать это собственными руками, но в любом случае солнечную панель придется купить или найти на помойке. Подобную лампу придется либо сделать из тех частей, которые вы купите или найдете на помойке. Ну а можно это либо найти на помойке, либо купить и сделать самому. Итак, первая электростанция, которая хорошо себя зарекомендовала уже в течение двух лет, это вот такая небольшая солнечная панель и вот такая лампа с аккумулятором, накопителем и стабилизатором в одном лице. Следующий вариант более мощный, более интересный. Это уже настоящая домашняя электростанция, которая состоит из двух вот таких панелей. Заявленный вольтаж у них до 18 вольт, но используются они в совокупе с вот таким вот стабилизатором. И он же является, этот стабилизатор, и контроллером заряда аккумуляторов, и контроллером нагрузки. Как видите, тут все так же просто. Вот такой небольшой блок, там внутри можно рассмотреть радиаторчик есть, есть транзисторы хорошие, которые довольно-таки грамотно выполнены, поэтому доверять можно. Не знаю, насколько можно доверять вот этой цифре 20, что якобы он выдерживает 20 ампер, ну не знаю, хотите верьте, хотите нет. Эта штука тоже приятная во всех отношениях, то есть работает она с типовыми солнечными панелями. И эти панели могут быть 6, 12 и 24 вольт. Ну, то есть на каждой панельке есть своя спецификация на тот вольтаж, на который она рассчитана. Сегодня мы вместе с вами можем пронаблюдать, как происходит процесс контроля за зарядом солнечными панелями любого устройства, либо за тем, как вот этот вот прибор справляется с сетевой нагрузкой. Для того, чтобы подключить панельку, тоже не надо глубоких познаний и труда. Есть ролики, как сделать солнечную электростанцию. Вот я вам показываю тоже такой вот глубокомысленный ролик, что вот с помощью вот такой панели и вот такого прибора можно сделать настоящую солнечную электростанцию. Ну, давайте сделаем, сейчас возьмем отвертку и прикрутим солнечную панель вот этим разъемом. Тут все указано, с этим справится даже профессиональный электрик. Вот сюда подключается солнечная панель, соблюдая полярность. Сюда подключается батарейка, а то бишь аккумулятор, соблюдая полярность. А здесь у нас выходной каскад, то бишь подключается нагрузка. Ну, тоже соблюдая полярность, если эта нагрузка имеет как бы свойство какого-нибудь выпрямителя диода, светодиодные лампы, или напрямую запитывается какой-нибудь вселительный каскад. Также тут есть индикатор зарядка, нагрузка и уровень заряда батареи. Про батарейки тоже сказано, что 6, 12, 24 и якобы все работает автоматически. Про автомат говорить не буду, не проверял. Ну, а то, что мы сейчас подключим сюда солнечную панель и посмотрим, что она в сером свете, ну, то есть вот прямо на столе, выдаст через вот такой прибор, это мы увидим. Сейчас у меня за бортом достаточно яркий солнечный день, поэтому на кухонном столе, на котором недавно взорвался выпрямитель, я имею хорошее освещение. Ну, достаточно хорошее, все равно это по типу сумерки. Итак, возьмем прибор и посмотрим, сколько в моих сумерках выдает эта солнечная панелька, хотя бы по вольтажу. Так, располагаем прибор так, чтобы всем было видно, а то обычно жалуются, что ставлю его немного неаккуратно. Так, ну и поехали плюс к плюсу, как говорится, земля к земле. Ну, как видите, на батарее 10 вольт гарантированно есть. Ну, а теперь давайте посмотрим, вот 10 вольт есть, конечно, ток наверняка маленький, потому что все-таки сумерки, подключим эту панельку прямо на этот вот стабилизатор, выпрямитель, контроллер и посмотрим, что получится. Я совершаю пару магических пассов отвертый и подсоединяю к контроллеру солнечную панель. Легкое свечение, вот здесь вот можно наблюдать. Давайте посмотрим, что на входе, что на выходе. Итак, поехали. Тут уже полярность я могу не соблюдать, циферки, я думаю, вам видно хорошо. Тестер сам справится, покажет знак плюс или знак минус. На входе, на входе значение 3 вольта. Диодик там завелся, понятно, что больше 2 вольт есть и диодик показывает это значение. Еще раз подчеркну, мы находимся на кухне, освещение не вти какое. На клеммах батарея треть вольта. Ну, учтите, что меряю без нагрузки и поэтому судить о чем-то нельзя. Но напряжение уже есть. На клеммах батареи напряжение есть. И теперь нагрузка. Выход на нагрузку. Ничего на выходе на нагрузку нет. То есть при низкой освещенности, так как у нас не подключена батарея, индикатор показывает, что пошла типа зарядка, хотя мы ничего не заряжаем. И на клеммах, на которые должен быть подключен аккумулятор, появилось напряжение. Появилось напряжение 0,4 вольта, можно так сказать. Давайте пойдем на балкон и посмотрим, что будет на солнце. Мне же интересно. Как только я поместил все на солнце, у меня загорелись индикаторы батарея, загрузка, зарядка. То есть достаточный ток, который шурует, очевидно, по схеме. Давайте посмотрим по приборам. Так, я надеюсь, вид назначения, которое он показывает. Так, давайте посмотрим, что у нас на входе, что у нас на выходе. Итак, на входе. На входе 16 с лишним вольт. Что у нас на батарее? На батарее 10 вольт. И что у нас на клеммах, к которым подключается нагрузка? Около 10 вольт. То есть, сейчас мы можем пользоваться энергией солнца напрямую. Вот, я даже могу подключить вот такую небольшую нагрузку. Судя по всему, мощности хватит. Вот это светодиодная лампа. Так, сейчас, чтобы правильно было подключено, да еще и вам видно. Вот, я подключаю к клеммам нагрузки. Соблюдая полярность. Лампа светодиодная. Ну вот. Мерцает. Ну, эффект мерцания, я думаю, из-за того, что сейчас нет аккумулятора. И нечем стабилизировать батарею. Давайте сунемся на то место, где должна быть батарея. Также соблюдая полярность. Вот. Загорелась постоянным светом. Стабилизированным. Пошел ток. То есть, сейчас вот эти лампочки, они изображают у меня аккумуляторную нагрузку. То есть, типа, аккумулятор заряжается вот этим током, который шурует сейчас через вот эти вот светодиоды. И батарея показывает индикатор вот здесь вот красненький. Один горит, что батарея разряжена. То есть, ну, а как она может быть заряжена, если ее нет вообще? Здесь горит только один единственный индикатор. Черч. Ну, то есть, зарядка. Вот. А когда мы суемся на нагрузку, вот, показывает индикатор нагрузки. Ну, срабатывает, не срабатывает блокиратор, я не знаю. Будь уверенным, не могу. Ну, в таком режиме, конечно, пользоваться устройством нельзя. Это просто для наглядности. На солнце только такой панели хватает, чтобы зажечь даже лампочку накаливания. Я особо не измерял, но ватт-10 с этой панели на ярком солнце скачивается за глаза. Поэтому зарядить аккумулятор с помощью такого устройства труда не составит. Тем более, что если солнечный день, ток будет достаточный, напряжение тоже достаточное. Ну, а стабилизатор справится, чтобы этот аккумулятор был хорошо заряжен и не разряжался в темное время суток. То есть, никаких диодов ставить не надо будет. Использовать энергию аккумулятора, чтобы освещать дом такими вот лампами. Это 12-ти вольтовая лампа, я ее переделал. Либо вот такими лампочками светодиодными, вот такими, которые можно на стенку крепить. Здесь чехлы еще накладываются, рассеивающие. Это дело вкуса. То есть, то, как употребить энергию, накупленную в аккумуляторе от солнца, это уже ваше дело. Ну, насколько это экономически выгодно, не знаю. Панели такие стоят достаточно дешево, на мой взгляд. И если скачивается 10 Ватт в такой панельке, то, соответственно, с 10 таких панелей будет 100 Ватт. А 100 Ватт это уже весьма неплохая энергия. Если у вас есть хорошие аккумуляторы, а тем более, если их можете достать где-нибудь на помойке, какие-нибудь гелевые аккумуляторы. Есть ведь ребята, которые советуют посещать помойки. Так вы сделаете себе вполне автономную энергетическую систему, которая полностью не будет зависеть от сети 220 Вольт и внешнего питания. Может быть, от розетки отказаться полностью и не удастся, да и ни к чему. Ну, раз она есть, что ей не пользоваться, не так уж это дорого. Но попробовать провести эксперимент с такой вот солнечной электростанцией, думаю, стоит. А в автономке, где-нибудь в тайге, в лесу или в походе, вот эта штука весьма и весьма вам пригодится. Потому что с помощью таких панелек и вот таких контроллеров заряжать не только планшеты, ноутбуки и сотовые телефоны легко и приятно. Конечно, есть уже готовые решения, там, вмонтированные в рюкзак или раскладушки, которые вам показывают, там, матерчатые, контроллер плоский вшит. Лучше контроллер не плоский. Вот радиатор у этого контроллера и вот эти вот отверстия не надо закрывать никакими тряпками. Иначе при хорошей солнечной нагрузке транзисторы здесь просто-напросто выйдут из строя из-за перегрева. Как-то так, ребята. Вот такая вот солнечная электростанция. Простая, интересная, забавная и в хозяйстве полезная. А на этом все. Пока.